Здоровый человек, по-видимому, красивый, нормальный, потянутый в зале, там тягает, как Мясников сказал один раз. А вот тромбоцитики слиплись, и он не проснулся. Как Турчинский, например. Упал, и все. Хотя жена диетолог, правильное питание. Он сейчас видел за собой, Хворостовский. Постоянно чекапа. Юдашкин. Было интервью перед смертью прямо. Он говорит, я постоянно чекапа, бадан-бадан, дело полностью обследовался. И один раз только пропустил, у меня была выставка в Милане, и потом сразу в Нью-Йорке, я не мог успеть. И потом рак почки, метастаз в головной мозг, и пошло поехало. Мы все вот так вот ходим, как ниточка. Он захочет, это обрежет, это обрежет. И даже я вам больше, я вам крамольную вещь скажу, что здоровый образ жизни никоим образом не влияет на продолжительность вашей жизни. Может быть, будет влиять на качество, но продолжительность абсолютно. И я вот лежу сейчас в химиотерапии, лежал. Врач, когда пришел, она говорит, Лисина, еще ниже этажом, молодой парень, кардиолог, лег и не проснулся. Откуда? Поэтому надо всегда думать о том, что завтра ты можешь предстать перед собой. И я сейчас все время об этом думаю. Или вчера у нас взорвали там какой-то 20 человек по Диму, да? Позавчера они знали об этом, думали об этом, они причащались, исповедовались, но хоть как-то подготовились к этому. Поэтому надо понимать, что жизнь, она как пуля проходит сквозь голову. Ты еще ничего не успел понять, она уже кончилась. И ничего тебя не спасет. Ни Мерседес, ни дом на Рублевке. Ничего. Абсолютно. Если Господь решит, ниточку перережет, то все.